Это марафонец Денис Черненко. Он является участником проекта «Атлет во благо» и бежит из Москвы в Архангельск полторы тысячи километров по Великому Русскому Северному пути. Пушкино – одна из локаций маршрута. Здесь спортсмена встретили участники движения «Пять верст». Они пригласили единомышленников и решили показать Денису наш город. Мы решили его поддержать. Сегодня организовали встречу с бегунами Пушкина, где знакомимся, задаем вопросы, общаемся, показали памятные и интересные места Пушкина. И завтра с ним пробежим. У забега большая миссия – помочь детям с синдромом Дауна. Собранные средства идут на оплату логопедов, психологов, педагогов, методистов – всех тех, в ком нуждаются дети и их семьи. У меня был внутренний такой порыв, позыв сделать что-то большое, большой проект. Я влюбился в бег, пробежал марафон, ультрамарафон, и мне было интересно узнать, что же там дальше, что есть еще такого большого. И вот так родился мой забег на полторы тысячи километров, и я решил, что привяжу этот забег к благотворительности. Каждый день спортсмен преодолевает порядка 50 километров. И так целый месяц. Пробежать с марафонцем в Пушкино мог любой желающий. Участники проходили свою комфортную дистанцию. Из нашего города путь слежал в Сергеев Посад. Ну, я сам марафонец. У меня 357 классических марафонов. Я тоже присоединюсь к старту. Тоже вот пробегусь на несколько километров. Там сколько получится по времени, какой маршрут будет. Всю дистанцию Денис Черненко преодолевает в сопровождении. У его помощника с собой все самое необходимое. Аптечка-перекус. О своем пути спортсмен рассказывает в соцсетях. Про каждый день выходит подробный отчет. Завтра, например, вот второй у нас день, он один из самых длинных получается. Более 75 километров нам надо будет по треку пробежать. Поэтому я его сопровождаю на велосипеде. У меня загрузка, то есть рюкзак небольшой на мне. И основной рюкзак это на велосипеде укреплен сзади. Для Дениса Черненко это будет личный рекорд. Такую большую дистанцию он пройдет впервые. 31 августа у марафонца запланирован финиш. Будем за ним следить. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа.